действительно у большинства участников уроков произошли удивительные просто улучшения в жизни очень радующие и мы видим что действительно благодарность это самый мощный инструмент улучшения жизни приближения ко всевышнему духовного развития то есть это совершенно фантастическое действительно огромное-огромное такое прямо усиление каждого из нас поэтому мы продолжаем уроки и с божьей помощью буду готовить него сейчас заканчиваю книгу писать которая называется мастер счастья вот закончу мастер счастья и точно писать мастер благодарности потому что благодарность это сестра счастья то есть если ты благодарны ты счастливы это это лучший инструмент и крас недельная глава сейчас которым мы изучаем да и боец и вышел яков из бершева валах харана и крас здесь вот написано про лею как четвертого сына она родила и и сказала по амадель ашем вот я в этот раз уже возблагодарю всевышнего и назвал его сына еуда иуда это как иудим да это благодарны это те кто должны леодот леодота для ашем прославлять всевышнего благодарить всевышнего и это конечно рай на земле именно сегодня так называется наш 42 урок 42 урок очень такое казалось бы уже вот что можно найти вот насколько разум чека ограничены да я как раз открывал сегодня 42 урок думаю ну уже ну что можно еще про благодарность написать но мы уже просто 41 урок ну все мы знаем уже благодарность ну что рапша ламара аруш а мы еще половину книги не прошли вот мы прошли вот эту часть осталась вот эта часть вот это осталось вот это мы прошли представляете ну думаю ну что он еще может тут нового нам сказать сегодня читаю новое реально новое значит говорит он такую вещь называется он пишет маленькими главами такие это глава называется рай в этом мире и он приводит слова своего учителя раби нахмана из браслова вы как раз знаете что вот это вот учение это как раз вот то что в умань ездят там похоронен его учитель основатель этого учения раби нахман из браслова он похоронен в умани и то что каждый год 40 тысяч человек там ну от 25 до 40 ездят в умань на роша шана это потому что они каким-то образом хотят прикоснуться вот к этому учению к этому учению такой вот чистой радости благодарности радости и туда едут люди в основном которые ну вот несчастные данные вам скажу больше что большинство людей в мире несчастные большинство людей в мире очень несчастные это то что раби нахман заметил около 200 лет назад он сказал так говорит мы знаем что есть этот мир материальный мир и грядущий мир это называется улама ба духовный мир и а значит и есть промежуточно между ними такое место называется рай и ад да это рай это там где душа кай получают удовольствие а от это где чистилище так где она получает страдания так говорит раби нахман такую идею он говорит мне кажется все говорят что есть этот мир и грядущий мир и вот мы верим что есть грядущий мир а он говорит а может в каком-то месте есть и этот мир потому что находясь здесь кажется что это дейном что это ад поскольку все преисполнены постоянно великим страданием и так он сказал в конце нет никакого этого мира вообще то есть раби нахман считал что мы живем в этом мире это ад представляете это мир страданий и есть в этом доля истины потому что если посмотреть на то как мучаются люди как страдают когда-то когда-то буда тоже такой был персонаж он на увидел как люди страдают он жизнь посвятил чтобы избавиться от страданий но есть отличие большое в иудаизме и буддизме в иудаизме это откровение то есть это пророчество это информация от всевышнего создателя мира как как и что надо делать а буддизм это его личное постижение того как избавиться от страданий он сказал что если в этом мире уйти как бы от своей человеческой природы то ты не будешь страдать но это вообще не пути иудаизма пути иудаизма это оставаясь своей человеческой природе сделать в этом мире рай через соединение со всевышним и выполнение воли всевышнего то есть стать чтобы тело человека она стала пристанищем для для всевышнего как бы его его воплощение его место в этом мире и тогда ты как бы ты тот какой то есть ты не растворяешься не исчезаешь то к чему стремится буддизм а ты наоборот получаешь рай в этом мире и вечную жизнь то есть это совершенно другая концепция другой подход ну вообще другой подход к жизни и вот говорит раби нахман вернее уже раф шаломарош автор этой книги он теперь нам объясняет слова своего учителя раби нахмана что этого мира нет вообще он говорит что имеется ввиду ведь мир должен быть местом где наслаждаются живут поют и радуются если же в нем страдают это не мир от он говорит от это место где страдают мир это место где получают наслаждение теперь получается что этот мир сплошной ад потому что люди вокруг все время жалуются недовольные страдают ну просто какой-то ужас да посмотришь вокруг он говорит значит есть у нас две возможности первое жить в аду и вторая начать прямо здесь же жить в раю как это сделать произнося слова благодарности все все восприятие поменять свою позицию взаимоотношения с этим миром и получается что если ты начинаешь в этом мире за все благодарить то у тебя нет ни в чем недостатка а если у тебя нет ни ни в чем недостатка тогда у тебя будет здесь рай и уговорить я это объясняю на каждом уроке вот он же равшала маруш это же его книга а у него есть он постоянно всю жизнь этому посвятил распространение вот этой своей идеи что надо благодарить и надо здесь быть счастливым и можно здесь быть счастливым через благодарность и он говорит я на каждом уроке объясняю объясняю что ну все же к лучшему вы поймите осознайте все к лучшему все абсолютно все к лучшему все вот прям просто нужно в это поверить что все что происходит все к лучшему и и благодарить за все что происходит и ты попадаешь в рай он говорит и что те люди которые вот такую достигают уровень веры и соединения со всевышним они получают любую помощь и спасение то есть у них реально жизнь превращается в ну вот просто в постоянное везение спасение и так далее через вот эту вот веру и благодарность и он говорит и я после такого урока я не хочу даже принимать и выслушивать людей я же им все сказал вы должны работать над верой что нет зла и когда вы увидите что зла нет и вы это прочувствуете и осознаете начнете благодарить всевышнего то вам все перевернется к добру вот вот главный инструмент я говорит после урока думаю ну все тот кто прослушал этот урок получил это знание он будет верить во всевышнего от всего сердца то есть будет верить что все делать всевышний все для добра и будет благодарить и удостоиться хорошей жизни он говорит я говорит прям такой счастливый он-то сам в это же верит и он поэтому счастливый радостно он думает все слава богу люди услышали все хорошо и говорит но нет подходят ко мне люди после урока и начинают жаловаться ныть и жаловаться я думаю про себя он говорит что такое что происходит может они глухие можно не плохо слышат может быть они вообще не слушали это же нелогично зачем они подходят ко мне только что они слушали урок что все околи 2 все к лучшему все для добра всевышний нас любит делает только хорошая только нужно это поверить осознать и она все тебе перевернется для добра то есть произойдет вот этот клик в твоем сознании подсознание в душе в мире в людях вокруг тебя написано что если человек бог любит то он даже врагов я шли мы то то он даже врагам но сделать шалом с ним это в мишле мы учили да то есть если у тебя не помню какая первая часть но то что он врагов с человеком помирит это это есть там такое да но такого тебя не помню за что но наверное за то что бога любит этот человек или за то что он садик он говорит так я все сказал пусть благодаря ты живу дальше что вообще им со мной надо говорить ты же слышал что жизнь прекрасна и благодарение разрешить все проблемы неважно какие скажи спасибо эта жизнь будет хороша так он думает он здесь приводит но что они не только хнычат и ноют говорит эти люди они ко мне зачем приходят что они пытаются мне доказать что вот у них именно есть причина быть в унынии они значит меня в этом хотят убедить послушайте уважаемые рады вот послушайте рассказ о моих бедах и дайте мне дозволение пребывать в унынии вот вот у меня ситуация другая вот вы говорите надо благодарить всевышнего а я нет нет не могу значит я мне плохо я буду значит еще сильнее в это плохо погружаться и они меня пытаются убедить что именно они должны пребывать в унынии в депрессии значит говорит он даже продолжает по их мнению у них есть серьезная причина позволяющая им закрыться от всевышнего у них проблемы но в чем решение игнорировать всевышнего то есть когда они говорят что я от этих проблем не могу благодарить я не могу уверить что все хорошо то есть они говорят я в я прям закрылся в этом не могу он говорит наоборот тебе тем более нужен всевышний если ты не можешь это решить ну никак ну никак ты не можешь это решить да то есть то тем что ты погружаешься в это болото этим же самым ты усугубляешь свою ситуацию тебе сейчас может помочь выбраться из этого болота только всевышний и он говорит что наоборот наоборот если у тебя маленькая проблема ее можно решить самому из него и даже с небольшой верой но если же у тебя проблема велика нужна большая огромная вера чтобы обратить все к лучшему но он говорит бывает действительно что отвели к беду человека смущается разум и закрывается сердце он не может например там клиническая депрессия и он без уже привык на этих таблетках быть все но он говорит это это невозможно осуждать если действительно у него великая беда и у него смущается разум и закрывается сердце но часто ко мне приходят люди с небольшими житейскими трудностями и каждый считает что именно у него есть оправдание пребывать в унынии и отчаянии и не молиться и не учиться и не благодарить и все и он говорит и я должен сообщить сейчас начинается очень важная вещь прям конкретно он говорит следует знать что уныние ужасный грех само по себе вот это состояние уныние она является ужасным грехом и наш учитель в сэфра медот и рабе нахман писал такие вещи про уныние первое из-за тревоги в сердце на человека нападает смертный страх то есть как она работает я помню был один вот когда началась эта война в израиле и но это было страшно я первые дни очень смотрел все новости все как что реально было страшно как она дальше пойдет куда развиваться и я чем больше смотрел новости у меня в один поднималась тревога поднимается тревога потом в какой-то момент тушь и включается внутри то что называется смертный страх печается активируется внутри вот этот есть рептильный мост то что называется да активируется травма да то есть когда есть как бы организм фиксирует что как будто бы есть опасность для жизни по факту опасности для жизни не было то есть было только новости были по были ожидания опасения какая-то тревога которые были получены из новостей из воображения что может быть и в иерусалиме и может быть тут в 400 тысяч арабов и тут мы сделали отряд самообороны там подали заявки на оружие там все такое ну то есть это было все накрученный накрученный воображением страх это то что говорит из-за тревоги в сердце в какой-то момент заклинивает вот этот вот внутри в рептильном мозге какой-то там тумблерочек да какой-то проводочек и включается 100 пульс и ты не можешь заснуть то есть нападает реально то что называется ну вот здесь он называл он жил 250 лет назад смертный страх но на самом деле активируется программа выживания как будто бы на тебя на по настоящему нападает там какой-то лев тигр то есть опасность для жизни а когда активируется эта программа то она сжигает это как будто бы в машине включить turbo режим и она выжигает все топливо энергетическое потому что тебе надо спастись опасность для жизни тебе надо куда-то убежать или куда-то там скрыться или когда эта опасность для жизни она работает она работает в холостую то есть это стоит машина в гараже и выдавлена педаль газ и она на турбо режиме только отключена коробка передач и машина на месте с ревет на самых больших оборотах и сжигает все топливо а никуда не едет и по а что потом происходит с организмом человек выжиг у себя все если бы это было реально там лев какой-то тигр или опасность он бы пробежал бы километр выжиг бы все эти там гормоны которые возникли и успокоился бы а когда он лежит в кровати всю ночь у него сердце 100 пульс куда и он никуда не бежит то есть происходят сбои в организме это очень-очень вот предупреждал а все чего начинается тревога на сердце а откуда тревога потому что ты не уверен что все что делает всевышний все к лучшему ты наоборот думаешь ой все к лучшему сейчас всевышний там и начинаешь фантазировать по факту мы видим все хорошо второе из-за уныния человек ослабляется чем который находится в уныние он все время недоволен вот чуть-чуть знаете такая легкая форма недовольства уныние ну все так вот он еле дышит все него он такой унылый унылый г есть такое слово и он такой унылый а на что это похоже вот это уныние если взять мы посмотрим там есть такой николай валуев помните был такой огромный такой вообще гора человек и он мог вы знаете насколько он был сильный что он мог матрешку не по порядку складывать то у него была такая уникальная особенность он умел матрешку него порядку складывать так николай валуева если мы положим на диван и он будет лежать на диване и например три недели в унынии вот так вот унылый такой николай валуев отбросил свою матрешку или же то что через три недели он стать не сможет у него атрофируются уже все системы организма из-за уныния человек ослабляется говорил рабин ахман дальше он сказал что из-за уныния происходит пожар вот в наше время мы не живем в пожарах уже давно раньше деревянные дома топили все время они это жуть было все время надо было колоть дрова ими топить какие-то печи там но страшные вещи были и постоянно сгорали эти дома дома деревянные чуть-чуть там засмотрелся зазевался уголек упал вот у тебя дом весь и сгорел он горит из-за уныния происходит пожар очевидно вот эти унылые люди они были все время роняли угли может быть уныние признак болезни которая скоро наступит представляете то что он говорил из-за уныния святой благословен он бог не прибывает человеком он не хочет с унылым быть вместе и значит человек думает что если у него беда то можно пребывать в унынии он говорит нет наоборот из-за уныния всевышний его оставляет наоборот если у него беда ему нужно в этот момент не пребывать в уныние а с помощью веры вера не знания а вера что все будет к лучшему и радость и благодарность всевышнему за прошлые какие-то спасения за то что всевышний даже в момент беды у него же есть беда в одном у него там рука болит да но нога у него не болит вторая рука не болит зубы не болят и так далее а если зубы болят так уж и не болят то есть все равно есть за что благодарить да поэтому если он переводит фокус своего внимания с беды на благодарность всевышнему и на веру что все будет хорошо вот тут приходит спасение дальше он продолжает еще какие в какой вред от уныния из-за уныния человек не достигает желания желаемого из-за уныния человек бывает унижен уныние вселяется в сердце человека чувствующего по отношению к себе зло и так далее в общем он говорит нужно остерегаться уныния вообще и сама он говорит главное теперь внимание он говорит из-за уныния прямо так пишет а вот самое главное из-за уныния высшие силы намереваются вредить человеку представляете какой ужас когда человек унылый он говорит он навлекает на себя он включает на себя с неба плох ну какие-то плохие события значит а и наоборот он говорит благодарность приносит спасение уныние приносит проблемы то есть он говорит будьте умными будьте умными значит человек который плачет и жалуется на свои несчастья ему с небес говорят верно ты совершенно прав ты правда ты в аду пусть лучше будешь прав поменьше но переселишься в рай так попробуй все-таки не быть прав что тебе плохо и не углублять свою яму а посмотреть на вещи именно то что ты в нее попал есть какая-то проблема она была не то есть не просто так ты попал эту яму и чтобы вылезти из этой ямы тебе нужно не не в яме в этой находиться а вера плюс благодарность за то что остальное в общем концовка до подводим итог слушайте внимательно и поймите говорит раф шаломаруш здесь нет места путаницы в этом мире есть лишь две возможности рай или ад будешь в унынии будешь жить в аду благодарить всевышнего и окажешься в раю не будешь благодарить твои беды умножатся будешь благодарить все несчастья исчезнут вот прям я это я потом запишу отдельное видео отдельно видео чтобы это видео и смотреть пересматривать и посылать всем которые которые унылые вокруг вас хорошо что нам советуют рафзелик плистин рафзелик плистин нам советует 42 уроке очень похоже вот сегодня сочетается кстати сочетается он говорит такую вещь подготовь свой мозг к благодарности mentally prepare your mind for gratitude ментально про готов подготовь свой мозг гратитюду благодарности он говорит вот представьте у чеков мозги работают работают мозги у человека как автоматически и не как сам people некоторые люди automatic ли автоматически подготавливают свой мозг к дисапойнт мы к разочарованию к раздражению к злу как они это делают у них есть паттерны мышления в котором они представляют себе негативные негативное развитие событий как они это делают вот ему нужно сейчас идти куда-то в магазин да и он думает пойду магазин магазин закрыт не пойду сейчас к соседу попрошу у него например там соли поправь попрошу соли значит а он мне не даст это есть анекдот на эту тему как один думает падающий соседи попрошу к соли попрошу утюг и думаю так часа зайду попрошу утюг она мне скажет заходи я тебе сейчас чай на я зайду она мне чай на лед потом водки предложит я выпью на работу не пойду значит у нее останусь потом проблемы там неприятности все и в это время она открывает дверь он не говорит отстань от меня со своим утюгом вообще отвали от меня не нужен мне твой утюг это он к ней пришел за утюгом то есть человек когда он идет например другому человеку что-то просить или в какой-то контакт есть люди у которой себя подготавливают к негативному раскладу теперь говорит трава зелек плистин он говорит для мозга нет разницы или это фактическое событие или это событие воображаемое или вспоминаемое у человека биохимия вырабатывается одна и та же если ты видишь во сне тебе снится там что съедает тебя лев то в этот момент у тебя страшно у тебя сердце бьется тебе страшно не важно что это сон то же самое если ты воображаешь себе этого льва воображает что-то негативно он говорит так люди готовят себя к неприятности он говорит надо делать с точностью наоборот при па твой мозг при подготавливать мозг благодарности то есть благодарить заранее он здесь же это американский так он раввин но он объясняет с точки зрения больше психологии как стать благодарным он не включая сейчас вот этот уровень что всевышний делает для тебя чудо если ты заранее благодаришь и так далее он про это не говорит он говорит просто про биохимию мозга когда я иду к человеку например и я представлю я вот обучал ораторскому мастерству когда я говорил что есть такой инструмент для того чтобы избавиться от страха неудачи фильм победа называется когда ты представляешь до выступления как тебе все аплодируют как все вообще ты выход люди говорят это самое было лучшее выступление моей жизни мне это так помогло и когда ты себе это представляешь что ты выходишь выступать в состоянии воодушевления а если ты себе представляешь негатив то ты выходишь выступать в состоянии страха люди которые боятся неудачи они боятся своих фантазия неудачи люди которые боятся что они опозорятся они вначале должны представить себе этот позор который они испытали и они тем самым готовят себя, они программируют себя на это. Он приводит возражения, говорит один человек, что а вот, например, я почему представляю себе плохой вариант, чтобы потом не расстроиться, мол, я уже к нему готов, и я уже представил. А если я представлю хорошее, я буду настраиваться на хорошее, а потом будет плохое, я сильнее расстроюсь. Тот ему говорит, послушайте, ответ такой, первая часть ответа. Если вы знаете, что, вы не знаете как будет, будет хорошо или плохо, но вы точно знаете, что настраиваться на хорошо повышает ваши шансы на хорошо, значительно повышает ваши шансы получить позитивный вариант. Вы будете тогда думать позитивно или будете негативно? Тот говорит, ну если повышает шансы на позитивный вариант, то, естественно, мне выгоднее думать позитивно, потому что я все-таки хочу, чтобы у меня получилось, а не хочу, чтобы у меня не получилось. Он говорит, это первое. Второе. Если даже у вас не получилось, то Тора нам предлагает, и тут он опять говорит, это же основа Торы, вера в то, что Всевышний хочет тебе только добра, и даже если сейчас что-то не получается, то это для того, чтобы тебе стало лучше. Он говорит, и второе. Даже если не получится, кто сказал, что это плохо для тебя? Тора нам говорит, что если не получилось, то это для добра, то есть будет еще лучше. Ты просто не видишь пока на несколько шагов вперед, но это именно и есть для тебя лучше. И он приводит такой очень хороший пример, как он говорит ему, вот смотри, ты пришел к человеку, проси 1000 долларов в долг. Если ты хочешь получить 1000 долларов в долг, теперь если ты настраиваешься и уже заранее, спасибо тебе, что ты дал мне 1000 долларов, спасибо тебе за помощь, ты такой добрый хороший человек, я очень рад и благодарен тебе, что ты мне помог, и ты уже представляешь себе, то ты к нему заходишь, ты такой позитивный, благодарный. Я уже не говорю о том, что Всевышнему, это как молитва, да, которая, ты говоришь еще, спасибо Всевышнему, что он дал мне, этим самым ты и со Всевышним улучшаешь отношения. Он говорит, первое, тебе оно реально поможет, человек, который позитивный, к нему люди тянутся, у него все события, ну, по-другому идут в жизни. Он говорит, но представим, что он тебе не дал, ты к нему заходишь, и ты ему говоришь, можете мне занять 1000 долларов? Он говорит, нет, я тебе не займу 1000 долларов. И ты такой думаешь, блин, вообще, ну, не надо там, ну, расстраиваешься, все. Он говорит, а если бы ты знал точно, что в следующую минуту он засунет руку в карман, достанет чековую книжку и скажет, я тебе даю не 1000 долларов, я тебе даю 10 тысяч долларов. И не взаймы, а в подарок. Ты бы продолжал бы злиться на то, что он тебе не дал 1000 долларов? Тот говорит, конечно, не стал бы злиться. Я бы, конечно, наоборот, радовался, что он отказал мне в 1000, потому что потом мне дал 10 тысяч и в подарок. Он говорит, это второй способ вера, что все к лучшему. Если у тебя есть и изначальный настрой на позитив, ты готовишь свой мозг, и вера, что даже если ты получил отказ, это для твоего добра, что на следующем шаге Всевышний тебе даст какой-то еще больше подарок, то ты будешь все время в состоянии благодарности в раю на этой земле. Глобально я бы хотел к этому все-таки добавить, что нужно каждый день изучать правила, например, правила, если человек очень позитивный, но не знает правила дорожного движения, то на позитиве он далеко тоже не уедет. Ему нужно знать правила плюс позитив. Если человек, он очень позитивный в семейных отношениях, но он бьет жену, например, то позитивно бьет, то тоже это не очень правильно, да? То есть нужно изучать правила поведения, которые, ну, в любом деле есть регламентированные правила. Как зарабатывать деньги, как учиться, как вести себя дома, как вести себя на работе, как коммуницировать с людьми и так далее. То есть если добавить хотя бы минимальное знание правил, правильных правил взаимодействия с этой реальностью, которые мы в основном учили в книге Мишлей, притче царя Соломона, это набор вот этих вот правил взаимодействия с реальностью. И добавить на этом вот это взаимоотношение со Всевышним, позитив, добро, благодарность, то получается, ты действуешь правильно и тебе везет. Если ты действуешь правильно, но ты негативный, то тебе не везет. Вот, если ты действуешь неправильно, но ты позитивный, говорит нам Мишлей, говорит так, что Птах эляшем беколи беха, положись на Бога всем своим сердцем, валь бенатка аль тишейн, на свою сообразительность не полагайся. То есть царь Соломон говорит, что если тебе действительно везет и ты со Всевышним в хороших, он тебя вырулит в любой ситуации. Поэтому мы видим, что если сравнивать знания правил и близкие взаимоотношения со Всевышним, то, конечно, быть со Всевышним в хороших намного важнее, лучше и сильнее. Поэтому все-таки вот эта книга «Сад благодарности», она дает, если говорить по результативности, она дает сверхрезультаты в улучшении жизни. Чем Мишлей, когда мы учим правильные правила поведения, но если человек действует правильно, но он унылый, мы сегодня изучили, у него все равно все будет плохо. Поэтому спасибо вам огромное, спасибо Всевышнему, спасибо ВАИКРе, платформа ВАИКРа молодцы, спасибо Фейсбуку и спасибо Телеграму, спасибо Ютубу. Три разных организации нам помогают проводить уроки, да, Ютуб, представляете, нам Ютуб помогает, нам Телеграм помогает и нам Фейсбук помогает. Спасибо всем огромное и спасибо Всевышнему за то, что дает возможность это понимать. И, конечно же, спасибо Рав Шалому Арушу. Спрашивали, как называется книга «Сад благодарности», Рав Шалом Аруш написал эту книгу. А эта книга называется «Раби Зелик Плискин, Сэнкью». Сэнкью, gratitude, formulas, stories and insights. То есть мы соединяем две книги, два разных подхода, хасидский и такой литовско-психологический, но это все Тора, и это Тора, и это Тора. Все, друзья, удачи, успехов. Кто еще не заполнил опросный лист, пожалуйста, заполните, чтобы у нас была полная информация про ту пользу, которую приносят вам эти уроки. И встречаемся с Божьей помощью завтра. Спасибо, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok